Всем хачки, с вами я, Александр, это канал Амбот, и у нас игра Фуд Фэнтези. Сегодня прошло обновление, скорее всего, не сегодня, а буквально-буквально на днях. И сегодня я действительно получил вот нового персонажа, фасолевый суп. Давайте же сразу же отправимся к ней, посмотрим вообще, что за событие было. А вот вспомним, вспомним его. Кто-то, если даже не знает, тот узнает. Если кто-то не помнит, тот уже вспомнит, если тот, кто участвует, тому респект. Вот, значит, вот такая вот девица, выглядит она вот каким-то образом. Соответственно, мы проходим всяческие сложности, уровни, да, то есть, понимаешь, просто-просто проходим уровни и зачищаем локации. Получаем прочие десятикосы, которые мы можем, в принципе, обменять на копию. Копия, кликаем и, соответственно, развиваем шарики, после чего получаем всяческих вот таких вот девиц, которых обмениваем уже на фасолевый суп, на фрагменты. Вот, 60 фрагментов и этот персонаж будет ваш. Значит, что у нас? Я не буду вдаваться в подробности. В принципе, я думаю, тут и так понятно, если кто, кому нужно, прочитает, кому нужно, в принципе, участвует. Также тут на почту периодически переходят всяческие нечтекосики. В принципе, вот они к нам уже пришли, и это нечтекосики именно гильдейские были. Вот, значит, хорошо. Давайте поближе взглянем на фасолевый суп. Также я получу 6 звезд, да? Я в играх начинаю путаться. Короче, прокачал на максимум вот эту вот девицу и... И, 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 и... И все, и вот она вот в таком вот скине, в таком обличье. Все, забыл. Вообще запамятовал. Хотел сказать пудинг, но это не пудинг. Это не пудинг у нас. Это у нас другая. Это у нас идет этот. Кто у нас идет? Это лунный пряник у нас, конечно же, идет. И вот я ее прокачал на максимум. Вот. Далее что у нас? Далее. Далее нам нужен, в принципе, фасолевый суп. Что нам еще? Что нам еще нужно от этой игры? Фасолевый суп нам нужен от этой игры. И вот она, в принципе, выглядит вот таким вот образом. На самом деле, очень прикольная девица. Ну, по характеристикам, мне кажется, это такой себе боец. Ну, это вообще даже не боец. Это, в принципе, хил. Вот, давайте сразу перейдем по навыкам, да? Посмотрим, что она вообще умеет. И у нее два навыка. То есть, у нее никакой связки нет. Она, в принципе, будет участвовать сама по себе. Выглядит она вот таким вот образом. Мы еще в гильдии побегаем. Посмотрим, как она будет передвигаться. Вот, значит. Фасоль хватает ветку из руки фасолевого супа. И бежит за ней только, чтобы врезаться в товарища по команде. Восстанавливает 20 здоровья участнику команды Сней. Меньше процентов здоровья. И предоставляет ему неуязвимость в течение одного хода. Одной секунды, вернее. Вот. Ну, в принципе, раз... И, в принципе, все закончилось, да? Ладно. Секунда, в принципе, это хорошо. Это, возможно, повысится с тем, что если мы будем прокачивать, да? Давайте попробуем. А, ну, у нас не хватает ловачка. Давайте, в принципе, сейчас чуть-чуть ей поднимем ловачок. Прям вообще. Самую малость. Давайте вот эти вот большие бутыли возьмем, да? Сразу же. Там вот сколько? Сразу 6 ловачков. Ты представляешь? У меня этих бутылей просто-просто-просто вагоняще. Вот. В принципе, окей. Ладно. Пусть будет 12 ловачок, наверное. Или еще больше. Давайте сделаем. В принципе, мы можем вообще прокачать ее по максимуму. Вот. Может, она, в принципе, потом апнется и... Получит звездочки. И будет еще апаться-апаться. Ладно. Пусть будет так. Так, 20 это уже хорошо. Значит, смотрим, что у нас поменялось. Поменяется, вернее. Когда мы сделаем навык чуть-чуть вкачаем. Вот. Прокачиваем 1 секунда, да? У нас не меняется. Меняется только здоровье. Секунды не меняется. Поэтому, блин, ну, толка от этого мало. 1 секунда, ну, это мало. Ну, в принципе, можно так вот содержать удар. То есть, по невызвимости сильный удар. Ну, как-то 2-3 секунды уже что-то было бы. Вот. Значит, второй у нас навык получается фасольный суп. Трясет фасоль, восстанавливает 222-й члену команды с наименьшим здоровьем в процентах. А также устанавливает всех, устраняет все негативные бафы со всех членов команды. Короче, вот как-то вот так я прочел. Вот. Значит, выглядит вот такой. Вот он. Блин, погоди. Здесь он, получается, просто, да, вот так вот она как-то его использует. Ну, как сделай что-то. Сделай, сделай, сделай. Ну, прикольненько. Я говорю, анимация у нее очень довольно-таки классная такая, блин, яркая. Видишь, яркая прям вообще офигенская анимация. Мне на самом деле очень нравится. Ну, походу, кроме того, что как она внешне выглядит и кроме той анимации, что, в принципе, больше ничего тут такого она не сделает. В принципе, если ее прокачать на 5 звезд, то можно ее где-то доиспользовать. Почему бы и нет. Ладно, все, хватит ее качать. В принципе, если надо будет, я ее прокачаю. Вот она вот такая вот. Играбельная или неиграбельный персонаж, пиши мне. В принципе, она может заиграть, но надо, опять же, тестировать и сверять с другими хилами. Вот. Опять же, у других хилов есть преимущество, потому что у них есть связка. Хотя, кто кого обманывать. Не всегда мы связку используем. Вот. Поэтому. Может и заиграет. Значит, давайте отправимся в гильдию. Посмотрим, как она будет выглядеть в гильдии. Я, конечно же, ее уже подготовил, уже поменял вот этот аватарец. И, в принципе, из гильдии больше никто его... Я не видел, что кто-то уже получил. Но вот он, вот он, вот такой вот персонажица. Вот этот вот посолевый суп. За нами летит чашка с фасолинкой. Фасолинка с глазками. И с какой-то, с какой-то веточкой. Не знаю, почему она не веточка. Прикольно. Мне нравится определенный персонаж. Она очень веселая. Она добрая, видимо. Только потому что бежит так. Ну, не знаю, улыбается всем. Прям... Смотришь на нее и прям настроение, в принципе, подымается. Классный, классный персонаж. Очень-очень мне нравится она. Вот. Выглядит она вот таким вот образом. Да, и бегает она довольно-таки весело. Так, забавно. Вот, значит, давайте что сделаем. Давайте, в принципе, ее возьмем куда-нибудь в команду. И, как обычно, подсражаемся. Подсражаемся. Я не знаю, кого взять, конечно же. Потому что это, по идее, блин, не бояться. Это хилл. И его как-то тесте очень-очень тяжело. Вот. Потому что, блин. Ну, давайте попробуем. Что-нибудь получится, возможно. Значит, отправляемся на карту, где мы находимся далеко. Давайте отправимся вот сюда. И по традиции, по традиции, мы пойдем и подсражаемся на тех же самых картах. Так. Нет, не сюда. Явно не сюда мы отправимся. Единственный момент меня заботит то, что мы, наверное, отправиться-то никуда с вами не сможем. Потому что я вспомнил одну такую вещь. Потому что, блин. Они у меня проходят квестики. Они у меня проходят квестики. И скоро-скоро, видимо, завершится. Через 6 минут. Чем же заняться в 6 минут? Вот, ребятки. Кто бы мне подсказал? Кто бы мне, чтобы рассказал? Что-то можно вам еще показать. Можно, конечно, сделать призывы. Но, ребятки, я как бы не хочу это делать. Потому что добавилось сейчас в пол призыва пекинская утка. Пекинская утка это довольно-таки старый боец. Старые закалки. Да. И у кого-то, кому он нужен, есть. Кто-то уже на него посмотрел. У кого-то нет. Вот. Я хочу, на самом деле, сейчас подкопить вот эти души. Да, вот эти вот. У меня уже 6725. Да. И под Новый год сделать какое-то имбовое массовое открытие. Вот. К тому же, возможно, раз будет большое открытие, возможно, будет стрим по этой игре. Поэтому следите вообще за новостями. Следите за этой игрой. И вполне возможно, мы договоримся о каком-то времени. И совместно сделаем какой-нибудь стримчик. То есть, я проведу. Вы послушайте, посмотрите. Попишите свои комментарии. Вот. Зададите какие-то вопросы. Пообщайтесь со мной. В принципе, я никогда не против, если кто-то пообщается со мной напрямую. Даже там в ВКонтакте, я не знаю, в Скайпе или еще что-то. В принципе, это все возможно. Даже были такие моменты, что на стримах и, в принципе, даже по Скайпу кто-то со мной совместно работал. Да. Вот. На стриме. Такие вот дела. Значит, что? Ну, блин, я не знаю, что еще можно здесь делать. Если не получается нам поучаствовать фасолевым супом, побиться, у нас вообще ничего не получается. Знаете, был недавно такой вот испытанец. Я не знаю, вот, ребятки, как в нем было сражаться. Я регистрировался, регистрировался. Там определенное время, но я нигде не успел побиться. Вот это жаль. Вообще жаль. Не знаю, что да, как это было. Арену я подзабросил, поэтому давайте пока немножко побьемся по арене. То есть, смотрите, в принципе, давайте посмотрим. У меня где-то 69 тысяч. Это самая топ-команда на данный момент. Конечно, я могу заменить, по идее, печенюху, и она будет у меня, мощь возрастет за 70. Я более чем уверен. Давайте попробуем, протестим. Единственное, что тогда у меня не будет танкующего никого. Можно, допустим, убрать печенюху, да, вот, в принципе, и поставить кого-то. Допустим, вот, пряника поставить, да. Пряник поставили, да, подтвердили. Что у нас по мощи получается? Пу, 68. Нет, фокус не удался. А если тебя, например, не... Ну, она еще слабее будет по-любому. Да, прям, давай, завязывай, хватит стоить там. Ну, ну да, короче, получается, все-таки, все-таки, получается, что пряник все-таки покруче будет. Также у меня другие персонажи стали, да, пятизвездочные. звездочные это салат и это юн сян в принципе я их тоже докачал пряник и вот эти ребята тоже уже на подходе вот но не знаю как у нас с лепешкой будет с этим с хлебом вот ну не знаю не знаю вот давайте попробуем посражаемся в принципе у нас 69 мощи и все противники довольно-таки очень для меня довольно-таки просты давайте будем выбирать сложных противников специально потому что так и как так как я не поучаствовал в этих сражениях где регистрировался ну не знаю они как-то прошли меня я так и не понял где можно было часто возможно еще будут повторяться я конечно хотел потому что у меня довольно команда уже прокачаны и я мог где-нибудь день попробовать по сражаться и что тогда занять вот давайте будем выбирать не слабых сегодня противников все-таки сильных фасоли немножко попозже по сражаемся и потому что времени подошло 6 минут надо продержаться вот кое-какую вам инфу рассказал по поводу стримов по поводу призывов вот и будем надеяться что сейчас наш команды заказать потому что ну уже в принципе на одном противника уже слили и они уже в меньшинстве и да и в принципе сейчас еще солид кого-нибудь о прям четко 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 только щит слетела с них и сразу нас пошел выстрел вот этот вот чинки и принципе классно подхил немножко поздно сработала и у нас минус печенька получилось но тем не менее мы все-таки затащили здесь да как бы мощь была на нашей стороне мы бы были посильнее ну и в принципе команда неплохо сработало дать еще посмотрим кто у нас здесь есть сильный партнер 80 91 вау давайте просто попробуем 91 слить противника но мне кажется пара теме 91 сольет нас ну ради ради интереса почему бы нет более сильных если блин нас а или сольем такого сильного противника это вы просто что это значит им команда состоящая из практически всех ю-р рангов то и печенье как больно достается о печенье больно фасоль фасоль эту кто там кто там бог сила сила слились имели противника филот так гамбургеры я понимаю тебе тяжко потому что блин ну ты держись бар Одружище держись держи держись держись давай два-давай утку сливая утку сливая Блин, ну смотри-ка, мы тащим, ребятки. Мы тащим. Вообще неплохо. Давай, давай, давай. Ой, команда вся разбита. Давай, лечись, давай быстрее. Я даже помогу тебе. Блин, ну прям мало-мало подхила. Так, трое против троих. Очень плохо. Давай, Чинка, срочно стреляй. Я уже помогаю, кликаю. Как могу. Все, победили. Победили. Вау. Было потно. Реально было потно. Но мы все-таки победили. Я думаю, сейчас сольем. Но если вот этот сейчас бы навык мы не использовали. Я не знаю. Хотя, в принципе, прописывается, что их нельзя использовать, вот эти навыки, когда автоматическое сражение есть. Насколько я заметил, в принципе, когда ты кликаешь, они как-то все равно активируются. Ну, есть такой немножко шанс, что все-таки они будут активироваться. Вот как сейчас я кликал по ним. Может, это просто совпадение. Может, это еще что-то. Ну, вроде как, это дело сработало. В двух случаях с подхилом, да, и с навыком Чинки. Блин, ну, круто, круто, в принципе. Затащили. Давайте посмотрим, кто еще против нас будет. Блин. Ну, 63. Ну, давайте вот попробуем. 63 немножко расслабимся. Сейчас мы посильнее. Вот. И должны, должны, наверное, победить противничка. Вот. Не знаю, я сегодня просто непредвиденное такое видео получилось. Я не думал, что вот так придется затягивать время. Ну, блин, бои довольно-таки тоже надо посражаться на арене. Очень классно, очень хорошо. Потому что, блин, ну, это круто. Это круто. Посмотрите, сейчас вот навык. Ну, вот, видишь, нет. Он сейчас банится и ничего не дает сделать. Ну, по крайней мере, ладно. Хил давай, хил. Ну, пожалуйста. Вот. Вот, хил пошел, пошел. Хил пошел. Ну, как-то не особо что-то у нас прохилилось. Блин, ну, а команда-то тяжелая. Так, минус один, минус один. И это печаль. Так, гамбургер, хватит гонять по полю. Ты сражайся. Хил, давай лечить. Да что, что будешь делать? Сейчас мы сольем еще. Ты видишь, сильно мы сейчас победили. Да, слабому мы сейчас сольем, более слабому. Вот, вот, понимая, как знаешь, после всего этого. Так, блин, ну, не хватает мощи. Все, 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 все. Все, все. Нашу команду положили. Печалька, печалька. Сильных, значит, мы затащили, а на слабых мы расслабились. Да, и, в принципе, все. И, в принципе, все. Б-52 никуда не затащил. И, вот, практически, вот, разбитая команда осталась, вот, только вражеский. Вот, то, что Б-52. И, в принципе, мы бы уже могли бы затащить. Вот, ну, чуть-чуть прям мощи не дотянули мы. Ладушки. 63 получился нам не по зубам. Хотя, ну, что тут, в принципе, здесь-то команда такая, ну, изичная. Я не знаю, почему мы ее не пробили. Вот, может, как-то что-то не сложилось. Давайте еще раз попробуем. Вот, прям, не знаю, почему. В принципе, мы должны были затащить, но по какой-то причине, по какой-то судьбе это не произошло. Возможно, у нас навыки поменьше прокачаны, чем у противника. Ну, блин, я не знаю. По-моему, у меня тоже неплохо прокачано. Много агрил на себя танк. Очень долго он агрил на себя. И, в принципе, он неплохо прям простоял, продержался. Вот, чаинка походила. Вот, в принципе, у нас только одна связка здесь работает. Это чаинка и плюс молоко. То есть, подхил. Ну, вот он, в принципе, минус танк уже прошел. У нас, по идее, преимущество есть. Единственное, что наши первые вот эти атакующие, они прям разбиты очень-очень-очень. Минус печенюха. И вот тут уже начинается какая-то ерунда. Гамбургер просто бежит на нас и тем самым теряет время. Ну-ка. Вот, 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 вот уже по-другому все пошло. Вот сейчас уже есть все шансы на победу. Да хватит меня гипнотизировать. Вот, видите, в принципе, здесь мы уже затаскиваем. То есть, четверо против двоих, даже если сейчас гамбургер проиграет, а он уже проиграл, то мы, в принципе, можем затащить здесь. Ну, давай, 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 командочка не подводи. Ну, у нас все, у нас все преимущество. У нас чинка, у нас хилый плюс два дэмэджа. Это, в принципе, наша победа. Просто, просто наша. Вот, видишь, как-то, как-то в зависимости от случая, от везения все-таки зависит все это дело. Ну, давайте еще один боечек и все-таки пойдем фасоль мучить. Мучить фасолинку. Так, здесь у нас... Здесь опять головокружение, всякое такое прочее. 64-е очки, 63-е. Ну, давайте попробуем вот эту команду Тиму. Ну, хотя она, в принципе, слабее нас. Посмотрим. Заодно будет, в принципе, очень полезно посмотреть сражение, посмотреть на вражеских противников, особенно те, кто первый раз в игре, да, кто новичок, кто еще многих персонажей не получил. Вообще, посмотреть, как сражается наша команда и как сражаются противники. Вот. Мне на самом деле очень повезло, что вот этого персонажа, его ранга B-52, я его не стал в свое время открывать за осколочки, за фрагменты, а все-таки дождался призыва из полу-призыва его. Вот. И все фрагменты я потратил именно на улучшение, и он у меня прокачался уже до 5-х звезд. И я думаю, что в скором времени он уже докачается до 4-х звезд, что было бы очень классно, да. Вот. А там до 5-ти, и, в принципе, это уже сильный топ-боец будет. Прокачанный, да, и это будет QR-ранг. Ну, здесь все понятно. Здесь нашу, в принципе, пятенюшку слили, но, тем не менее, атакующая сама сила осталась, да. И она, в принципе, добила всех остальных противников. Вот. Вот как-то вот таким вот образом. Хорошо, в принципе, пойдет. Неплохо мы посражались, да. Один бой слили, ну и бог бы да с ним. Вот. Значит, все у нас, получается, откатились вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот сундучки, вот эти вот ящики мы можем смело собрать. И, в принципе, по идее, они должны прийти нам на почту. Ну, почта почему-то она сейчас не работает. Ладушки, давайте быстренько пробежимся, соберем тогда вручную все это дело. И, хотя, можно, в принципе, в принципе, можно просто, зачем я бегаю? Забыл, забыл. Просто можно было нажать вот сюда и собрать. Собрать их здесь и никуда не бегать. Вот. То есть, на заказы. Что у нас? Что-то выполнилось по квестам, да. То есть, у нас трудный уровень. Все дела. Мы получили прочие ништякосики, которые, в принципе, мне уже как бы не нужны. У меня очинка прокачана на максимум. Вот. По звездам, по крайней мере. Так, ну и все. Давайте в бой. Куда? Я куда-то сместился с карты, да. Ну, давайте, давайте. Значит, идем вот сюда. Секретный лес. Наша любимая локация. Где? Кто помнит? Ну-ка, пишите в комментариях, какая наша любимая локация, пока я листаю. Нет, не это. Наша любимая локация это 2727. 27. Если я не промахнулся. Значит, регулировать. Давайте поставим командочку. Так, ты, ты давай, давай. Поставим здесь как раз фасоль. Фасоль, фасоль будет, потому что в первую очередь она будет у нас ходить. Вот, 20-й ловочок. В принципе, ну, пойдет, пойдет. Не прокачан у нас на максимум. Давайте здесь еще подстать какую-нибудь команду. Тоже поставим небольшой прокачки и там нескольких бойцов. 38-й шоколад. Шоколад. 38-й кофе есть. Ну, давайте, наверное, сделаем как. Давайте поставим шоколад и кофе, я не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Кофе, давай. Ну, и тут, в принципе, сработал бонус. Кофе плюс шоколад сработал бонус. Окей-юшки, давайте попробуем. В принципе, нет ни одного танкующего. Блин, и это, конечно, печалька. Танкующий, не знаю, не знаю. У нас, блин, танка никакого прокачивания, если честно, нет. Есть очень сильно прокачанные танки. Ну, чтобы слабо прокачанный танк какой-то был. Ну, давай вот так вот поставим. Кофе, где ты сейчас не так быстро помрет? Тем более, что их двое. И плюс там еще и работает связка. Нам вообще посмотреть на фасолевый суп. Так, давайте смотреть. Она должна быть, по идее, первая, которая запустить свой навык. Ну, в принципе, она вот, видишь, делает вот такие вот прям вот такие вспышки. Просто классные. Видишь, что они зеленые, такие красные. Блин, ну, не знаю. Все ярко, все такое прям очень-очень ярко. Если нам будет совсем тяжко, конечно, я могу использовать вот навык. Могу использовать вот эти вот все навыки в поддержку и быстро зачиститься. Хотя, в принципе, наша команда и таким образом справляется. Вот фасолька, фасолька, фасолька делает вещи. Видишь, какие всякие разноцветные. Блин. Ну, не знаю, мне она нравится. Внешне она прям вообще нравится. Да, и справляется с хилом. Она, в принципе, здесь стоит неплохо, да. То есть, у нас вот Геза стоит третьего ВВК. И он, в принципе, держится за счет как раз именно фасолинки нашей. Что, в принципе, фасоль показывает себе, что она, в принципе, может хилить. И я думаю, на самом деле так. Вот, вот так вот она выглядит, ребятки. Блин. Ну, прикольно. Она здесь прикольно выглядит, но вот там еще прикольнее. Блин, вообще. Вообще офигенски. Вообще суперские, ребятки. Блин. Ладушки. Давайте еще, наверное, куда-нибудь отправимся. Давайте отправимся еще в более сложную локацию, да. Давайте вот сюда вот прям в 3-5 попробуем. В 3-5 сразу нырнуть, да. Единственное, что вот этот второй навык мы сейчас заменим. На каком-нибудь хиле. Хил. Давайте вот изменим вот на хил. И пусть будет стоить под хил. Потому что мало ли, вдруг нам нужно будет срочно подхилиться. Потому что вдруг все-таки фасоль не станет вытягивать. А Геза у нас слабый. И я воспользуюсь этим делом. Хотя я мог, в принципе, воспользоваться еще и воскрешением. Воскрешение там тоже у меня, в принципе, есть. Можно, если что, было и его взять. Вот. Ладушки, в принципе, где задержится, почему бы и нет. И нормально. Единственное, что босс может начинать атаковать. Да, вот эти, я вспомнил, атаки наносить нам тяжелые. И тогда будет нам печалька. Ну, в принципе, если мы будем быстренько-быстренько бить. Единственное, не хватает у нас сильной мощи. Потому что противник-то у нас лечится. Блин, еще и пытается сделать спецприем провести. Который мы ему не даем. Ну, с другой стороны, здесь как раз вот против босса очень неплохо посмотреть и на сражение, да. То есть, выхиливает она, в принципе, неплохо. Выхиливает вот по 20, по 38, да, хил пролетает. И потом, когда вот основной вот этот навык происходит, поскольку она там по максимуму выхиливает. Ну, давай, 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 жахнем. Поскольку, что-то подстал хил. А, ну, она просто делает подхил, да, и он быстро-быстро начинает лечиться маленькими вот этими хилами. Все, вот он уже полностью деза восстановленный. И, в принципе, наша команда уже затащила босса. Поэтому, смотрите, ребятки, насчет фасоли. Фасоли, вот она такая вот. Качать ее, не качать. Но, в любом случае, я думаю, что получить ее вам нужно будет. Потому что, ну, очень классный персонаж. По мне, он понравился. Она, вернее, не понравилась. И я очень рад, что, в принципе, добавили ее вот сюда вот. Пишите и оставляйте комментарии, как вам вообще персонаж понравился. Вы хотите ли вы его, не хотите ли вы его. Вот. На сегодня это видео подошло к концу. Ребятки, спасибо, что вы посмотрели видео. Также ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями. Не забываем писать комментарии. И всем ряточки. Пока-пока. Хорошего настроения. До новых встреч.